Здравствуйте, коллеги! Рад всех видеть снова здесь. И, по большому счету, мое выступление не является докладом, оно является некой такой речью, по той причине, что... Пардон, как это делается? Да. Я является некой речью, потому что это некий такой футуристический доклад. Когда мне Антон Барчук сделал очередное предложение, сделал большой доклад на сессии по скринингу, я даже опять обрадовался, когда он сказал, что нужно сделать доклад по перспективам развития скрининга. Но потом он добавил «в России». И вот тут он мне сразу подрезал крылья, потому что я понимаю, что на самом деле у нас огромное количество проблем в этом. Однако, если в прошлые годы я всегда делал очень пессимистические доклады, сегодня я бы хотел сделать такой доклад немного с элементами оптимизма, потому что действительно что-то такое у нас стало появляться, во всяком случае у нас стали появляться некоторые наметки на решение этих проблем. Итак, сначала все-таки об основных проблемах, которые нас ждут и которые нам необходимо решить, прежде чем вообще говорить о развитии скрининга как такового. Первая и самая главная проблема – это недоверие к регистрации злокачественных заболеваний. Я говорю именно в такой формулировке недоверие, потому что это повсеместная проблема, с которой сталкивается любой онколог при принятии решения. Все эти решения, которые принимаются на административном уровне, так или иначе должны опираться на канцерегистр. И мы, по большому счету, не знаем, у нас нет ни одной метрики для того, чтобы оценить качество этого канцерегистра, и очень часто можно слышать такие слова, как «нельзя верить нашей статистике», или «можно верить нашей статистике». Чтобы это измерить, необходимо провести исследование качества канцерегистра и убедиться однозначно в том, что он качественный или некачественный, и даже, скорее всего, он достаточно качественный. Но проблема, повторюсь, в недоверии к нему, а не в качестве или некачественном. Мы не знаем, насколько он качественный или нет. Вот это необходимое условие для того, чтобы дальше продолжать. И, конечно, совершенно очевидно, что развитие регистрации ЗНО, развитие в том смысле, что гораздо большее уточнение, там нужно фиксироваться гистология и вообще все позволит создать такой инструмент, который позволит нам в дальнейшем создавать гораздо более точные программы скрининга, индивидуализированные. То, к чему идет весь мир, персонализация скрининга. Вторая проблема, которая мне видится, это образование врачей. Дело в том, что среди врачей до сих пор гигантское количество мифов по поводу скрининга и абсолютно отсутствует понимание по поводу скрининга. Что это, зачем это и, к большому счету, как это организовывать. Я приведу только пару примеров таких наиболее расстроенных мифов. Например, один из мифов – это то, что раннее выявление рака является некой панацеей против рака. И что нам достаточно рано выявить рак, и просто достаточно рано надо его выявить. И тогда у нас все будет хорошо, мы его успешно вылечим. Но это очевидно не так. И вот Давид Георгиевич довольно четко демонстрирует, что гораздо большую эффективность в профилактике рака показывает первичная профилактика рака, чем вторичная. Но, тем не менее, это не означает, что мы не должны заниматься вторичной профилактикой рака и скринингом. Это один только из мифов. И я уже не говорю о таких мифах, как применение, ну это уже просто позор, онкомаркеров для раннего выявления рака. По меньшей мере, половина врачей Российской Федерации уверены, что это метод раннего выявления рака. Я уже говорю, о каком скрининге здесь можно говорить, пока мы не искореним такие мифы. И дело в том, почему, собственно говоря, это так вот происходит, что мешает. Дело в том, что эти же врачи, которые, собственно говоря, не представляют, какими методами надо выявлять рак, эти же врачи, они же, собственно говоря, являются экспертами для собственного департамента здравоохранения, Министерства регионального здравоохранения, или в разных регионах это называется по-разному. И, по большому счету, мы имеем такую достаточно четкую диссоциацию между принятием административных решений и наукой, которая, в общем, тоже не очень на данный момент развита. Администраторы, чиновники, крепкие хозяйственники, они, так сказать, думают эдак, а, так сказать, ученые думают совершенно иначе. Это два мира, два шапира, и абсолютно они не пересекаются. И все решения административные принимаются в основном, 90% административных решений принимаются не на основе научных данных. Это является серьезнейшей проблемой для Российской Федерации, вот эта вот диссоциация между наукой и, в общем, практикой, что называется. И проблема еще в том, что мы не проводим собственные исследования по критериям вовлечения в скрининг, по критериям выбора скрининга и прочее. У нас не проводятся собственные исследования по балансу вреда и пользы скрининга. Нет, они достаточно регионоспецифичны. Это связано и с оборудованием, и с подготовленностью врачей, и с многими-многими другими вещами, в том числе генетикой населения. У нас этих исследований практически не ведется. И, к сожалению, это точно то, в чем мы должны развиваться. Это точно то направление, в котором нам необходимо развиваться, потому что, опять же, никто, по большому счету, даже не представляет себе, насколько вреден, может быть, скрининг в Российской Федерации. Насколько вообще приносит ли он вред, если приносит, то с какой вероятностью, и никто ведь этого действительно не знает. Мы на данный момент вынуждены опираться на рекомендации, которые разработаны либо на европейской, либо на американской популяции. И они к нашей Российской Федерации могут иметь очень непосредственные отношения. И они могут быть совершенно иначе выглядеть, могут выглядеть заметно отличающимся от того, что хорошо, я извиняюсь, ненцу. Однако, вот теперь я поговорю о неких плюсах, о неком базисе, который позволяет нам немного оптимистично смотреть будущее. Во-первых, у нас есть огромный плюс, связанный с тем, что лечение рака у нас, по большому счету, централизовано. Есть достаточно ограниченное количество лечебных центров, где он лечится. Их не так много. И это позволяет, во всяком случае, делать две вещи. Потенциально это позволит лучше гораздо контролировать качество скрининга, чем это, предположим, происходит в Европе, в теории. Второй момент, это потенциально позволит лучше регистрировать аналогические заболевания гораздо более точно. И второй плюс, который мы имеем на данный момент, это дело в том, что мы настолько отстали во вопросах внедрения скрининга, что все остальное уже догнало нас. И, в частности, мы живем в век информатизации. Мы имеем возможность использовать IT-инструменты для внедрения скрининга. И, по большому счету, у нас есть возможность, и когда мы начнем внедрять, мы можем уже внедрять персонализированный скрининг на основе довольно быстрых исследований, которые мы можем провести с помощью IT-инструментов. И эти процессы начали зарождаться сейчас в Архийской Федерации. И, в частности, тут я немножко должен сказать о том числе и нашей деятельности. Мы на данный момент разработали систему управления скринингом колорактального рака, которая позволяет контролировать весь процесс колорактального рака. И это очень удобно. И персонализировать его можно ровно только тогда, когда есть научные данные, возможность такой персонализации. И на данный момент мы разработали второй инструмент для проведения научных исследований в одном из очень крупных регионов Архийской Федерации. Мы планируем такое исследование, создав IT-инструмент по сбору всех факторов риска, он называется SCREEN. И затем мы будем отслеживать этих пациентов в течение долгого времени в конце регистров этого региона. И с этим регионом уже есть предварительное согласие об этом. Так что я очень надеюсь, что это станет основой для такого исследования. И, возможно, мы сможем перспективно провести эти исследования, валидировать критерии отбора, разработать эти критерии, уточнить критерии отбора для России на скрининг. И это позволит в целом когда-либо делать действительно хоть сколь-либо научно обоснованный отбор на скрининг Российской Федерации. Спасибо большое.